iPhone 14 Plus самый неудачный смартфон Apple за 2022 год. Именно такую фразу я слышу практически в каждом обзоре, ну и еще одна часто повторяется. Зачем нужен этот ваш iPhone 14 Plus, если есть iPhone 13 Pro Max за те же деньги? Ну, во-первых, дорогие мои коллеги, iPhone 14 Plus уже давно стоит тысяч на 20-30 дешевле, чем 13 Pro Max, который уже в свою очередь практически доскакал до 14 Pro Max. Там между ними разница где-то 10-15 тысяч. Поэтому на начало 2023 года ситуация кардинально изменилась, и теперь iPhone 14 Plus можно взять за более или менее адекватные 65-70 тысяч. Уже не так страшно звучит, не правда ли? И давайте сегодня разбираться, есть ли смысл в большом бюджетном iPhone, ну или же его провал произошел по существу. Будет интересно, заваривай себе что-нибудь вкусненькое, поесть, попить. Ну, а я начинаю. Главное преимущество такого телефона, из-за чего его множество людей берет, это, конечно же, размеры. У 14 Plus огромный экран на 6,7 дюймов и соответствующие габариты. Это первый плюс, начиная с восьмого iPhone. Вот так долго Apple не использовала эту приставку. Еще один такой вам интересный факт. У телефона аналогичные размеры всем аппаратам Pro Max линейки, начиная с 12-го поколения на момент 2023 года. А то опять там набегут через два или год люди, которые будут писать, что уже есть iPhone с экраном на 7 дюймов. Но на самом деле уникальность именно 14-го iPhone заключается в его легкости. Если все промахи имели стальную рамку и три камеры, здесь уже используется алюминий и отсутствует один объектив. Из-за этого iPhone 14 Plus чувствуется как пушинка в руке, ну или же как старый iPhone XS Max или iPhone 14 Pro. И это прям очень классно, ибо сейчас большинство айфонов весят, ну как-то слишком уж много, особенно линейка Pro Max. Их очень тяжело держать в руке и как-то использовать нормально даже двумя руками. Задняя крышка глянцевая и это единственный минус дизайна, который я могу выделить. Поверхность притягивает к себе абсолютно все отпечатки, а особенно это видно на темных версиях. Ну и царапины глянец тоже собирает просто прекрасно. Вот вам наглядный пример в виде моего старого iPhone XS Max, который постоянно носился в чехле. Какой можно сделать вывод? Правильно, матовое стекло намного практичнее. В остальном телефон просто прекрасно лежит в руке. Если вы собираетесь на него переходить с какого-нибудь iPhone линейки Max до 12-го поколения, никакого дискомфорта не испытаете. Рука достаточно быстро привыкнет к новому форм-фактору. Экран это вещи, за которые многие будут рассматривать iPhone 14 Plus и очень даже не зря. Apple поставила сюда прекрасную OLED-матрицу на 6,7 дюймов, уже звучит очень даже многообещающе. Я сравнивал 14 Plus с 11 Pro Max по дисплеям и не нашел каких-то особых отличий, кроме нескольких. Первое, 0,2 дюйма в диагонали прям чувствуется. При быстром переходе видно, что дисплей в 14 Plus прям намного обширнее. Второе, яркость здесь просто великолепная. В нашу зимнюю погоду, конечно же, очень сложно заметить отличия, но даже уже сейчас видно, что запас яркости у новой модели немного побольше, чем у старого 11 Pro Max. В остальном, да, разрешение немного побольше, да, челка меньше, да, рамки тоньше, но в реальной жизни такие маленькие отличия практически незаметны. Что у старого, что у нового. У всех дисплеи хорошие. Apple всегда умела создавать качественные телефоны по этому пункту, поэтому, естественно, никаких придирок нет, кроме одной. 120 Гц сюда не завезли. И вроде как нужно рыдать, страдать, но опять все повернулось хорошей стороной для 14 Plus. iOS всегда хвалят за оптимизацию. Думаю, вы часто слышите такие тезисы в обзорах. Именно она и помогает iPhone 14 Plus превратить скучный экран на 60 Гц в красивый на 90. Ну вот как-то так происходит. А все на самом деле из-за сглаживания, которые есть в iOS. Именно поэтому раньше, еще в эпоху экранов на 60, iPhone не считалось плавным в операционной системе. Да и сейчас тоже такое есть. Да, конечно же, сглаживания не могут исправить ситуацию на все 100%. В тех же играх вы будете видеть несчастные 60 Гц. Но, по крайней мере, хоть как-то это улучшает положение iPhone 14 Plus. В целом, в iOS не настолько важно наличие большой частоты обновления. Может быть, кто-то ее и видит, но большинству будет абсолютно все равно. Что 60, что 120, что 300 Гц. Тут уж на вкус и цвет. Но отсутствие 120 Гц, это, конечно же, по характеристикам минус. И плюс iPhone 13 Pro Max. Все-таки это полезная фишка, которая хоть чуть-чуть, да и улучшает плавность смартфона. iPhone 14 Plus впервые за всю историю Apple, если не считать iPhone 3G в номерной линейке, оснастили прошлогодним процессором. А именно, Apple A15. И на самом деле, в этом ничего плохого нет. Что и говорить, сейчас даже Apple A12 спокойно запускает весь современный софт. Чего уж говорить про 15-е поколение. Естественно, смартфон выполняет абсолютно все задачи, которые вы можете ему дать. Кстати, в отличие от 13-х iPhone'ов, 14-й засунули на 2 гигабайта больше оперативной памяти. Теперь 6 вместо 4-х. На данный момент это не дает абсолютно ничего. Оба телефона летают. Но в будущем это однозначно пойдет на пользу 14-му поколению. Может быть, даже он получит на год больше поддержки. Сейчас на iOS 16 iPhone 14 Plus работает просто идеально. Практически все игры идут на самых максимальных настройках в 60 или 30 кадров. За исключением, наверное, Genshin Impact, которая входит в мой топ самых сложных игр на iOS. С обычными программами, очевидно, тоже никаких проблем нет. Будет работать все так же, как и самый последний iPhone 14 Pro Max. На осенней презентации Apple назвала аккумулятор iPhone 14 Plus самым автономным в истории. Что в целом неудивительно. Формула успеха очень проста. В телефоне достаточно много места из-за маленького блока камер. Поэтому батарейку можно впихнуть чуть-чуть побольше. И без всяких там наворотов, хитростей, вроде 120 Гц или энергоэффективного Apple A16. iPhone 14 Plus спокойно выдерживает практически 2 дня активного использования. Конечно же, без фанатизма в играх. И это на самом деле прекрасно. Если раньше iPhone не мог выдержать даже день работы. Приходилось где-то постоянно подпитываться. То эта проблема полностью исчезла где-то с 11-12 поколения iPhone. Если, конечно же, не считать 12 мини. И вот теперь уже iPhone практически перегоняет Android флагманы по автономности. Некоторые из которых, кстати, могут прожить 2 дня активного использования. Но это прям единицы. Камера iPhone 14 Plus оснащена двумя модулями. Основной на 12 мегапикселей с диафрагмой f1.5. И матричной стабилизацией, что очень классно. И про этот модуль мы можем с точностью сказать, что он пришел сюда от iPhone 13 Pro Max, хоть и множество функций было порезано. Основная камера очень светлая. Даже в темное время суток iPhone очень редко использует ночной режим на больших значениях выдержки. Я тут решил сравнить свой iPhone 11 Pro Max с 14 Plus в ночной съемке. И каково мое было удивление, когда 11 Pro Max предложил мне снять кадр за 4 секунды, а 14 Plus всего за 2. Вот такое продвижение в аппаратуре произошло в Apple за эти года. То есть с 11 по 14 поколение это не может не радовать. Конечно же, при любом освещении iPhone 14 Plus выдает прекраснейшую картинку, которая понравится большинству пользователей. iPhone 14 как раз и создавался для стандартного пользователя, которому нужно зайти в приложение, нажать кнопку, сделать снимок, выложить его куда-нибудь и в целом все. iPhone Pro линейки это уже что-то большее. Сейчас большинство людей, которые его покупают, даже на 50% не могут раскрыть способности камер. Многие даже не знают, что для активации 48 мегапикселей на основной камере нужно перейти к режиму Pro Raw. Рад, если кому-то открыл глаза. Видео 14 Plus умеет писать в разрешении до 4К 60 кадров в секунду, чего хватит. Опять же, большинству пользователей все современные фишки вроде Cinematic Mode и Action Mode поддерживаются. Широкоугольный объектив тоже на 12 мегапикселей, но уже с диафрагмой f2.4 это прям очень много и он, конечно же, будет уже темным. Ну и, конечно же, никакой матричной стабилизации здесь нет. Видео пишет тоже в разрешении 4К 60 кадров в секунду. Несмотря на средние характеристики, я его тоже не могу поругать абсолютно ни по какому пункту. На него все так же получаются прекрасные фотографии, как в светлое, так и в темное время суток. Фронтальная камера в айфонах с этого поколения получила автофокус, который, ну, не очень понятно для чего создан. Ну и ладно, как бы такое, не в каждом андроиде даже встретишь сейчас. Также меня удивило качество съемки в темное время суток. Оно не настолько хорошее, насколько на основных модулях, но все равно не уступает аналогам. Какой вывод я могу сделать по камерам? А на самом деле очень простой. У айфон 14 Plus прекрасный набор из модулей, которого хватит большинству пользователей, которые не занимаются фотографией профессионально. Динамики меня порадовали. Я сравнивал 14 Plus с 11 Pro Max, и в новой версии они однозначно намного громче и четче. Уж извините, пример я не буду приводить. Во-первых, микрофон не передаст, а во-вторых, YouTube наложит желтую монету на видео. Наверное, стоит сделать какой-то подыток этого видео, и я думаю, вы уже поняли, каким будет мое мнение про 14 Plus. Давайте загибать пальцы. Это большой телефон за относительно низкую цену, который не имеет абсолютно никаких конкурентов. За 70 тысяч сейчас можно, ну, разве что взять бы уж на iPhone 13 Pro или 12 Pro Max как новый. Но у меня есть только один вопрос. А оно вам надо? Да, конечно же, если вам не важен большой экран, то можно и 13 Pro бы уж на выхватить. Но я считаю, что сравнивать новый и старый телефон нельзя, поэтому тут вы должны решать уже сами. Да и как бы диагонали не очень правильно сравнивать, тогда уж, наверное, 13 Pro стоит сравнивать с 14, а там разница еще больше, потому что 14 сейчас можно взять где-то за 55-60 тысяч. iPhone 12 Pro Max вроде является неплохим решением, но уже староват. Единственное его преимущество на 14 Plus это, конечно же, наличие телеобъектива. Ну а в минусы можно записать устаревший экран, как по яркости, так и по челке, процессор, широкоугольную и ультраширокоугольную камеру и еще много чего. А сравнивать новый 14 Plus и 13 Pro Max абсолютно бессмысленно. Между ними пропасть 20, 25, а то и 30 тысяч рублей, а это достаточно большие деньги. За 25 тысяч можно взять iPad 9-го поколения, а за 20 AirPods Pro 2, поэтому, ну, я не вижу смысла сравнивать телефоны из разных ценовых категорий. Я однозначно могу рекомендовать iPhone 14 Plus людям, которые ищут себе большой телефон с хорошим временем автономной работы, топовым железом, экраном и камерой, которая сможет выполнять практически все нынешние задачи. Благодарю тебя за просмотр этого видео, обязательно подписывайся на канал и заходи в Telegram, там я опубликую различные анонсы, а также примеры фоток с телефонов, ну и еще много чего интересного из своей жизни. Такая вот история. Пока!